Здравствуйте, друзья! Сейчас я вам покажу самое эффективное упражнение от заикания. Обязательно это видео посмотрите до конца, потому что я в нем вам дам несколько упражнений за буквально 10-15 минут, которые вы сейчас сделаете, и вы тут же будете заикаться меньше. Обязательно это видео досмотрите до конца, сохраните в себе его в закладке и поделитесь с теми людьми, у которых есть заикание, которым это видео будет очень сильно полезно. Меня зовут Александр Кабанник, и очень долгое время своей жизни я сильно заикался. 6 лет до 24. Были разные проблемы, сложности в школе, комплексы, я не мог говорить, выражать свои мысли, я чувствую, что я не могу нормально, полноценно реализовать свой потенциал. Наверняка что-то подобное сейчас испытываете и вы. Это неправильно, это несправедливо, и у меня удалось это сделать. Сейчас я могу выступать на радио, на телевидении, веду свой YouTube-канал, и он самый большой на русскоязычном YouTube. Поэтому обязательно это видео посмотрите до конца, потому что в нем я дам самые эффективные и очень простые упражнения, которые вам помогут. Прямо сейчас это видео посмотрите, и вы сможете заикаться гораздо меньше. И вот эту мысль обязательно вам записать, что ваша речь – это процесс озвучивания ваших мыслей и идей. Это очень важная мысль. Вспомните, как вы пишете сочинение. Вам сначала приходит какая-то мысль, идея в голову, потом вы переводите глаза на ручку, на тетрадь и записываете. Потом вы снова переводите свое внимание на свою идею, она к вам приходит. Пока у вас ее нет, вы молчите, ждете, пока она снова появится. И потом вы снова переводите свое внимание, свою ручку на тетрадь. Так вот, примерно точно так же у нас должна строиться речь. Когда я раньше заикался, я думал про то, как я сейчас буду говорить. Надо как-то себе там помочь, контролировать речь. Что с моим дыханием? Я наблюдал за людьми, смотрел им в глаза, считывал их мимику, думал, как они сейчас ко мне относятся. Если сейчас что-то подобное у вас, напишите в комментариях. Наверняка у вас есть. И я с удовольствием с вами там в комментариях пообщаюсь. Идем дальше. Так вот, вот эти вот все мысли, которых вы говорить не собираетесь, их быть не должно. Именно они являются проблемой того, что вы заикаетесь. Потому что есть очень много мыслей, которых вы не хотите говорить другим людям. Важно, чтобы вы сфокусировались только на той идее, которую вы хотите донести. Которую вы хотите передать другим людям, чтобы они вас поняли. И это самое важное. Это самое основное. Но и сейчас мы будем делать упражнения, чтобы это и почувствовать, и натренироваться, начать это делать правильно. Итак, речь на процесс озвучивания наших мыслей. Так вот, чтобы свои мысли почувствовать, нужно направить свое внимание именно в голову, в свои мысли, в свои идеи. И первое упражнение это обратный счет. То есть вам нужно взять и считать в обратном порядке, например, 100 минус 2. 100, 98, 96, 94, 92, 90, 88, 86, 84, 82, 80 и так далее. Вы где-то будете сбиваться, вы где-то будете переключаться, вы где-то будете неправильно считать. Это нормально. Просто начинайте все заново. Минус 3, 100, 97, 94, 91, 88, 85, 82, 79, 76, 73, 70, 67 и так далее, и так далее. Здесь, когда вы это делаете, очень важно начать чувствовать ощущение, когда у вас есть идея, когда вы как бы вспомнили цифру, сосчитали, в голове есть идея. И когда пустота. Так вот, вы заикаете, когда вы пытаетесь сказать чаще всего, когда у вас в голове пустота. От спешки, от волнения, вы начинаете торопиться. Именно вот эта вот пустота и создает у вас заикание. Именно от этой вот волнения, от этой вот спешки, суеты, вы начинаете путаться, вам хочется говорить быстро, а идеи, мысли часто нет. Именно поэтому напишите в комментариях, есть ли у вас такое, что вы заикаетесь, когда вас что-то внезапно спрашивают на ту тему, которую вы не знаете. Либо когда вам нужно какую-то передать идею, мысль, что-то кому-то объяснить. Мне было раньше это очень сильно тяжело. Идем дальше, у нас будет сейчас следующее упражнение. Следующее упражнение нам нужно придумывать сказки и импровизировать. Что такое придумывать сказки? Так вот, мы берем и сочиняем свою сказку, свою историю. Например, жил-был кот и решил кот пойти погулять и с кем-нибудь познакомиться. Вышел кот погулять, идет он по лужайке, видит кувшин с молоком. Он такой, интересно. Подходит он к этому кувшину, начинает лакать молоко и вдруг на него бежит собака. Злая такая, лает. Он эту собаку как-то пугает, убегает, прячется за деревом, лезет на дерево и вдруг замечает, что на дереве есть кто-то сидит. И так далее, и так далее. Вы берете и полностью импровизируете историю. У вас не должно быть какого-то плана, какого-то сценария. У вас просто есть какая-то идея какая-то любая спонтанная. Жил-был и кролик, жил-был, ежик, жил-был кто-нибудь, либо просто лежит на столе, там какая-нибудь история. Ну и дальше продолжаете эту историю, чтобы она была взаимосвязана какая-то и вот такая вот импровизация. Это развивает две вещи. Первая, вы опять же, учитесь. Ключевая вещь. Тоже себе запишите сейчас. Чтобы научиться хорошо, красиво говорить, нужно научиться вовремя молчать. Именно тогда, когда у вас нет мысли, когда у вас нет идей. Когда у вас закончилась ваша идея, ваша мысль. И второе, что делает это упражнение, оно учит вас быстрее соображать, фокусироваться именно на идее. Очиститься от лишних-лишних многих идей, которые у нас сейчас есть. И переключиться именно на ту идею, которую я хочу людям передать. И следующее упражнение это так называемые дебаты. Лучше всего их делать с кем-нибудь еще, чтобы у вас были какие-нибудь люди, которые будут с вами участвовать. Но в принципе вы можете делать это и сами. Так вот, вы берете какую-нибудь тему, на которую можно подискутировать. Например, лучше пить чай или кофе. И берете какой-то таймер, ну например минуты две. И вам нужно прорекламировать, как будто другим людям, что лучше пить кофе. И вы начинаете, например, рассказывать. Кофе лучше пить, потому что он намного больше бодрит. Кофе полезен для сосудов. Кофе хорош тем, что его аромат, его запах. И поэтому сейчас все больше, больше, больше кофеин. И он дает именно бодрости, энергии. Лучше соображает голова и так далее, и так далее, и так далее. То есть вы начинаете что-то вот про кофе, например. Тема может быть абсолютно любая. Потом берете про чай. Чай хорош тем, что он тонизирует. Чай хорош тем, что есть много видов. Например, некоторые бодрят, а некоторые успокаивают. Чаи есть там травяные. Чаи есть такие, чаи есть такие. Есть горный, есть иван-чай. И так далее, и так далее. И чаи вообще хороши. Можно пить чай с молоком, как в Англии. Можно пить с лимоном. И можно с сахаром, можно без сахара. И в принципе я вообще не понимаю, зачем пить кофе, если есть чай. И как-то это более традиционно, более понятно. И в этом упражнении ключевая суть, что вы учитесь фокусироваться на своей цели. Когда вы разговариваете, у вас должна быть какая-то ключевая цель, ключевая задача. И когда вы делаете вот эту дебат, и вы эту цель четко понимаете. У вас цель прорекламировать кофе, чтобы людям захотелось пить кофе, либо чай. И когда вы общаетесь, должно быть вот это вот, как бы, две идеи. Ключевая идея, та цель, ради которой я разговариваю. В этом видео у меня есть какая-то цель, в моих выступлениях есть цель. И всегда обязательно нужно понимать, ради чего я разговариваю. Когда вы это понимаете, когда у вас это есть, ваши мысли, ваши идеи гораздо, гораздо, гораздо лучше и быстрее идут. И гораздо меньше у них каких-то лишних отвлекающих идей, которые не нужны, и людям не стоит их рассказывать. Второе, что очень важно, что когда у вас есть конкретно следующие идеи. Когда вот вы, например, делали счет, у вас была либо пустота, либо ощущение, что в голове идея есть. И вот это вот ощущение, что в голове идея есть, это как будто зеленый. То есть говорить можно, вполне, и тело не будет напрягаться, вы скажете легко, с удовольствием, как-то вот, ну оно само, как будто из вас тело само скажет. Телу, кстати, помогать особо не нужно, чтобы оно нормально разговаривали напротив. Просто нужно, чтобы была какая-то идея, и дать телу спокойно эту идею озвучить. Вот, в принципе, и все. Сделав эти упражнения, вы уже с первого раза почувствуете какие-то ощущения. Вот напишите в комментариях, что вы почувствовали, ваши ощущения, и как-то, знаете, дайте обратную связь ваше наблюдение. Что вы поняли из этого видео, как вы попробовали, и ваши ощущения от того, когда вы стали говорить. Я называю это, когда вы фокусируетесь на мысли, речь по мысли. И здесь ключевая идея, нужно фокусироваться, максимально собираться на своих мыслях, идеях, и останавливаться, делать паузы, когда у вас сказать нечего. Соблюдайте эти два правила, подпишитесь на этот канал, поделитесь с людьми, у которых есть заикание этим видео, и да пребудет с вами удовольствие от вашей речи, вы сможете общаться намного лучше прямо сегодня, если просто сделаете эти несколько упражнений, и поймете то, о чем я вам говорил. Пересмотрите это видео несколько раз, и прочувствуйте, что значит говорить по мысли, что значит, когда у вас есть идея, что значит, когда идеи нет, что надо молчать. Очень важно, чтобы вы как раз слова-паразит, которые, ну, вот, либо когда у вас такие, та-та-та-та-та-такие вот запинки типа повтора, они происходят потому, что вы торопитесь, потому что вы либо отвлеклись, либо у вас опять же нет идеи, нет мысли, вы как-то вот просто торопитесь. Не стоит этого делать, просто подождите, пока будет идея, пока будет мысль, будет мысль, и вы будете говорить хорошо. Все, всем, друзья, пока, увидимся с вами в новых видео, подписывайтесь, рекомендуйте этот канал, здесь еще будет много полезных информаций, которые вы действительно сможете посмотреть, принять и стать лучше, увереннее, и намного большим удовольствием вы сможете разговаривать.